Будет глянуть действительно эту сумасшедшую концовку этого сезона чемпионата России. Ну а это вот матч в опасных моментах и забитых мячах. Самый первый гол случился в середине, ну или ближе к середине первого тайма. Тем не менее стал он быстрым. Это было до истечения 20-й минуты. Передача Вернлума, передача Березуцкого. Все это нашло отражение в прекрасном единоборстве почти во вратарской Оланары. И 1-0. Очень круто, что этот нападающий остался на ногах. Не стал падать, хотя такая возможность была, потому что защитник отчаянно пытался хоть как-то помешать. Еще несколько эпизодов, которые украсили первый тайм. В данном случае Алан Загоев после попытки Еременко попытался нанести второй результативный удар по воротам. Заболотного не вышло, а счет 1-0 продержался до конца первого тайма. Что касается начала второго, то здесь уже Урал впервые попытался пойти по-настоящему в атаку. И вообще в чужой штрафной площади Урал появился очень малое количество раз. Для команды, которая хочет хоть что-то сделать, это непозволительно. Ну а потом пришли голы. Вот в частности Ахмед Мусан записывает на свой счет забитый мяч. Прекрасная игра его партнеров, в том числе и очень мудрое решение не трогать мяч Алана Загоева. Ну а потом уже и сам Алан Загоев прекрасно распорядился мячом сначала в ситуации с Романом Еременко, который мог забить, учитывая, что это, в общем, его позиция, его манера удара. И в ситуации с Ахмедом Муса, который пробежал по своему левому флангу и прострелил на пустые ворота одинокому Загоеву. 3-0. Таков итог этого матча, который продолжает вот эту замечательную борьбу за чемпионство, которое не было в чемпионате России никогда. Так, чтобы за несколько туров до конца даже не 2, а 3, 4 и даже, я боюсь этого слова, 5 команд могут занять заветное первое место. А чемпионат России, ничего так? Шикарная панорама стадиона в Екатеринбурге. Видите, как, оказывается, устроена жизнь города, когда играет футбольная команда. Ну а тем временем давайте поговорим о статистике. Она очень красноречива. Александр Сапета пробежал более 10 километров, почти 12. При этом владение мячом его можно назвать далеким от образцов. И это значит, что все это время он находился в поиске своей игры. Да так ее и не нашел. Денис Кулаков ускорился на 30 километров в час. И это было еще в первом тайме. Так что свой же рекорд в втором тайме он побить не сумел. Равно как не сумел побить этот рекорд ни один из участников матча. Василий Березуцкий лучший по проценту выполненных передач, учитывая, что это центральный защитник. И он зачастую начинает атаки. 85% это отличный показатель для такого игрока. Ну и, наверное, в этом отношении мы тоже исчерпали все возможности вас еще как-то проинформировать. Поэтому Филипп Кудрявцев, Александр Шмурнов, Роман Нагучев прощаемся с вами. Счастливо, удачи вам. Ни в коем случае не пропустите ничего из этого потрясающего чемпионата России. Смотрите «Наш футбол» на канале «Наш футбол».